Усилить контроль за выпасом домашних сельскохозяйственных животных решили депутаты в Кустанайской области. В окрестностях поселках нелетки случаи наезда автомобилей на беспризорных коров. Сидящие в такие моменты в машинах люди могут серьезно пострадать, не говоря уже о технике. Регулярно появляются сообщения о том, что полицейские разыскали потерянные животноводами табуны и стада. В таких случаях возбуждаются уголовные дела. Возбуждаются уголовные дела, а по факту кражи возбуждается. Хотя скотт просто ушел по причине халатности самих владельцев. Мы ищем скотт, находим, затрачиваются материальные ресурсы, ГСМ, человеческое время затрачивается на поисковые мероприятия. И потом, когда находят, обыкновенно отказные материалы делаются, уголовные дела прекращаются. Как рассказали сотрудники областного полицейского департамента, несколько дней назад в регионе были одобрены новые правила содержания сельхозживотных. В них четко прописано то, как владельцы скота должны за ним следить. В правилах прописано, что животных должны выпасать, с табуна встречать, в табун сопровождать. Буквально, скажем так, если скотт ходит свободно и за ним никто не присматривает, и, скажем так, я вышел, посмотрел, корова ходит по сторонам, 15-20 минут подождал, нету хозяина, можно считать, что это бесходный скот. Если где-либо в регионе будут обнаружены беспризорные лошади, коровы и овцы, их владельцы будут привлекаться к административной ответственности и наказываться штрафами. Кроме того, обнаруженные животные будут помещаться на своеобразную штрафстоянку. Скотт ходит на вольном выпасе. Участковый находит этот скотт, увидел его. Он загоняет его в карду. В каждом сельском округе есть карда. Либо это ТОшная карда, где заключен договор, либо карда, допустим, государственного учреждения. Скотт туда загоняется, содержится, хозяин находится, ему выписывается штраф. За то, что скотт содержался в карде, согласно статье 276 Гражданского кодекса, есть понятие бесходных животных, где прописано, что за содержание животных они будут платить. Учитывая стоимость корма, воды, работы, под содержанием животных, сумма для недоследившего за ними владельца может составлять несколько десятков тысяч тенге, в зависимости от конкретного факта. Сейчас идет процесс регистрации принятых правил в органах юстиции. По данным полиции, ориентировочно они вступят в силу 10-15 октября. Ханзан Руписов, Виталий Луговской, РТН. Продолжение следует...